Проявить физическую подготовку, спортивный характер, умение быстро и главное точно находить контрольные пункты. Попробовать свои силы в парковом ориентировании собрались юноши и девушки в представленных четырех возрастных категориях от 12 до 18 лет. Старт у нас будет отсюда, со двора лицея. Они должны взять, в зависимости от своих групп, у них будет разное количество контрольных пунктов, потому что возрастная категория разная. Им надо будет прибежать, отметить в карточке компостерам отметку и взять все контрольные пункты по очереди. Прежде чем вооружиться спортивной картой, компасом, карточкой для отметки и в итоге отправиться в путь, участники познакомились с обозначениями на карте и получили наставление по технике безопасности и поведению в городских условиях. Контрольный пункт будет проходить по всему второму микрорайону. По четвертому. По второму, по четвертому. Значит, условные знаки и обозначения. Во-первых, масштаб карты в одном сантиметре 40 метров. Все, что нарисовано серым цветом, это здание. Желтый цвет. Дорожки. Береже. Желтый цвет открытый пространство. Все, что голубым, это вода. В числе тех, кто регулярно участвует в подобных соревнованиях, воспитанники кадетского корпуса, для которых это не только возможность набраться опыта, но и открыть для себя новые места и получить массу положительных эмоций. Конечно, дети, которые ходят, занимаются туризмом, на ориентировании, им, конечно, легче. Но есть у нас и новички, которым интересно это в первый раз. Будем ждать новых результатов. Будем надеяться. У нас есть девять девочки, которые занимались, с шестого класса. На них большая надежда. Ну и старший у нас парень, который одиннадцатый класс, девятый класс, тоже ребят с восьмого. Ну, ждем от них хороших результатов. Татьяна Мартынова уже второй год участвует в парком ориентировании. И, конечно, как и многие, надеется на победу. В прошлом году мне предложила Ольга Николаевна, преподаватель по спортивному ориентированию, к ней записаться на кружок. И я уже хожу, как вот второй год. Это весело, мне нравится. Ну, там познавательно новые места можно найти. Я, например, в прошлом году не знала, где там пруд. И в прошлом году я только об этом узнала. В рамках соревнований участникам предстояло не только точно определить место расположения контрольных пунктов, но и сделать это за максимально короткое время. Кому в итоге это окажется под силу, тот и победит. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «Спорт». Продолжение следует...